Третий раз за сегодня ГНЛ проверяю. Да, я уже проверяла его, но у меня Мелинет показала Memory League, я статик не очистила, и в бонусах я не написала в федере бонус. Ладно, сейчас проверим. Я тебя погоняю по тестам, которые у меня есть, потом какие-то крайние случаи проверил мейном и проверил на утечке. А бонусы у тебя точно такие же, как и основные, да? Супер. Так, это удобно. Да, шелк. Ты на Маке или у тебя Linux или виртуалка? О, виртуалка. По всем этим тестам гоняло? Тут три есть. А, нет, я проверяла только 42 теста. А вот эти два я вообще не видела. Сейчас проверим там. Так, окей. Какой, говоришь, проверяла 42, да? Угу. Давай сниму и начнем. Угу. 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 Здесь все в порядке. Тогда сразу утечки посмотрим. Вроде как все хорошо. Ну да, вот в прошлый раз у меня только статик оставался, я думаю, его не надо решить, но спросила в Slack и там сказали, что надо. Угу. Понятно. Так. Второй раз промахиваюсь. Ты NetVot уже сдала? Угу. Я вот только ГНЛ сдаю, я его долго делала. Наверное, больше двух недель. А PrintF я вообще не представляю, как буду делать. Ну я вчера сдал PrintF. Ох, я так рад, что я его уже сдал. А ты сколько его делал? PrintF и на неделе две делал. Ох, я без бонусов сделал. Так. Что у нас там осталось? Вот. Так и шо. Нормально. Этот тест самый жесткий. Обычно люди именно на нем летят. Вот этот? Да. Гнел Лавр. А чем он жесткий? У него проверки есть такие не очень очевидные. Но иногда он тоже ошибается. Вот буквально недавно тоже проверял девушку, у которой этот тест выдавал ошибку, а на деле она в итоге прошла мулинат. Вот. Да. Причем ошибка точно такая. Сейчас. Ну-ка давай еще раз проверим. А то уберем. Ничего не меньше лучше. Так. Дрол. Ну да, это похоже. Это уже твой код, значит, все правильно. Окей. Ну, за эту штуку пока не переживаю. Да, я думаю, я знаю в чем там дело. Ты статическую переменную чистишь, да? Да, потому что. Ладно. Да, хорошо. Ну, в общем, тут проблема в том, что ты чистишь статическую переменную и при этом мейник вот этого теста тоже чистит, ну, короче, делает фри. И там в одном месте у вас получается, что вы два раза чистите одно и то же. Ты внутри функции, а не в своем мейни. Из-за этого ошибка. А, в этом проблема? Да. Ну, для Moulinet это не проблема, поэтому не парься. не буду считать ошибку. Так. 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 все хорошо. Так. Что еще хотел? Еще хотел мейн закинуть тебя, посмотреть. Так. Как она это не проблема. Так. Так, да, так, да. Так, да. Вот такой лизит. Олег. там просто первый тест на какой-то мутный файл-дескриптор смотрим подошли у него так а у тебя в h файле нету инклюда для опына да ну ладно хорошо она тогда он вообще должно быть нормально Я просто недавно проверял, мне хочется прям писать ручками это все дело. Ладно, видимо придется. Да, пока все выглядит как надо. Сейчас мы еще сохранить уже один раз правильно. Этот мейник, я каждый раз, для каждой проверки его переделываю. Так, он не зайдет. Да, минус один. Здесь все хорошо. Ну, давай теперь посмотрим как он читает файл. А какой бы стандартный буфер сайста его видимо? А, 64. 64, да. Что тебе не нравится? Так, это у нас из Тоделита, правильно? Ага. Ага. Да, все верю. Хорошо. 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 А если… пробуем с этим тестом муфер сайстом 5 4 потом делаем 5 почему вывелась только строка первая файля вот как ты можешь видеть две строки ну что делает мой мейн да я открываю твой файл печатаю файловый дескриптор вот он 3 после этого в цикле я прогоняю твой get next line и печатаю строку очищаю строку после всех операций я проверяю нужно еще раз сделать чтобы он последний потому что ну там да все правильно я просто смотрел понимаешь ли ты что вообще эта штука делает как она работает понимаешь дошло молодец не вопрос но для красоты конечно стоит сделать так дальше шестерка там как раз есть тест на длину строки длина строки первое мне 5 надо проверить на 4 5 и 6 буфер да все работает сейчас я еще раз быстренько для ночи у нас тут еще есть что могли тесте не проверить то что то что проверено давай проверим тебя кто-то уже проверял слова рожегова или этот как он называется господи война и мир нет нет меня в основном проверяли через 42 теста другими тестами из четырех проверок ни разу не проверяли вот ну слова рожегова печатается до у меня время есть пришла на проверку то у тебя тоже должно должно быть она на войну и мир не будем печатать давай тогда еще вот это просто вот это нормально это хорошая тема то есть так словарь напечатался вопросов нет давай еще посмотрим как все печатается очень длинная строкам с буфером 0 а если 0 будет там ничего не будет правильно так и должно быть вот хорошо что у тебя так же работает вот так сработало если еще пару нулей поставлю вот просто на каком-то моменте он перестает а ты понимаешь почему перестает работать ну типа у него какой-то максимальная есть размер который он не может перелить ну да суть такая что если ты указываешь такой размер буфера то у тебя просто стек переполняется стек это память которая выделяется выполнение функции если у тебя переполняется стек то начинает происходить всякая ерунда что начинаешь писать не туда в общем весом так она пустые строчки уже проверил по моему на так сейчас не сработает ничего да проверил хорошо тогда по чек-листу вопросов нет посмотрим еще как традиционного бонусную тоже надо прям по коду зум мешает переключаться между вкладками давай посмотрим здесь ничего что происходит почему именно такое то выбором есть структура строка и длина строки то есть у меня будет буфер тест-стринг и я буду строку класть в результат чтобы ваня не менять ну здесь только влучился в три функции ну давай посмотрим влучился ну мемчар мемкопи они из любых просто вставлены вот а это она она примерно как стр джои ну да я так сделал хорошо но суть в том что если у тебя вначале ничего нет ты так тут со структурами ну да давай начнем с начала и не с конца get next line вот смотри в функции get of the buffer мы достаем может в нее перейти пока мы достаем буфер для определенного а вот здесь статическая переменная вижу да я ее просто вынесла в отдельную ну и чтобы считать с разных буферов у тебя вот как раз этот массив да да массив структур и вот ну если какая-то ошибка то он вернет null в тот баффер в get next line и уже в конце он как бы вернет минус один ошибка вот а если у нас буфер еще не проинициализирован то выделяем память и зануляем его ну просто чтобы там мусора не было вот возвращаем адрес на какой-то буфер для этого вот это ну это весь бонус вот да я понял а здесь ну результат это куда я буду записывать строку а r-код это возвращаемое значение то есть у меня буфер и кэш это одно и то же вот я сразу проверяю есть ли у меня в буфере новая линия вот ты можешь перейти в extract new line подожди я что-то не соображу ты при инициализации сразу задаешь значение переменной ну потому что здесь я сделала const я просто там ты еще увидишь такое а потому что он ну константный указатель не будет меняться вот я сразу приравниваю потому что константы по-другому нельзя приравнять вот но это через норму проходит да я тоже удивился просто что это через норму проходит а где у тебя всякие штуки которые а вот вижу это возвращаемое значение вот я тебе могу пока рассказать про extract new line она просто достает строку и присоединяет ее к результату вот а здесь new pointer это адрес слошена в буфере вот а дальше div pointer это что у нас будет разделить разделительные строки ну если у нас есть слошен то разделителем будет слошен если его нет то разделителем будет слошной вот и дальше я вычитаю длину строки которые нам нужно присоединить я из адреса этого разделителя вычитаю начало буфера вот вот а и затем вычитаю остаток то есть я из всего по всей длины буфера вычитаю вот эту длину присоединяемой строки и если у нас еще есть слошной слош слош слошен то я вычитаю один если его нет то ничего вычитаю и дальше вот эта функция которая стринга прям которая присоединяется к результату строку вот а ну здесь вот мы создаем новый результат выделяем под него память и все туда копируем то есть копируем результат и в конец копируем еще вот эту строку вот а прикольно а freebuffer freebuffer это я добавила вот как раз я static не чистила и теперь если R-код 0 ну то есть когда мы дошли до конца или у нас ошибка мы в конце чистим вот этот static вот ок ок так так это все да ну и нет резал баф это он просто выделяет память подрезал так так где-то его а да все вижу вот ну и дальше у нас идет цикл если мы нашли с флешен то у нас экстракт милайн будет 0 и мы тогда в цикл не зайдем а угу потому что R-код будет правильный вот а дальше R-лен у нас тоже для возвращаемых значений а то есть что мы возвращаем если в прочтении какая-то ошибка произошла то мы возвращаем R-код минус 1 а если все нормально то мы возвращаем сам R-код вот хорошо да ну здесь дальше все понятно единственное что еще хочу проверить такую вот штуку если я буду передавать сюда не адрес а просто line ну просто line у меня будет вот он что ты скажешь на этом так так принтер тогда он 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 Вот так. Так, давай начально поставим изначение минус 1, минус 9. А что ты вот этим хочешь посмотреть? Ну смотри, у тебя в GetNextLine ты передаешь указатель на указательный чар, да? То есть, по идее, я могу передавать не адрес указательный чар, а точно такой же тип. И это должно работать. Вот. Я поэтому и проверяю чар до звездочки LINE. Как будет вести себя твой GetNextLine. Только я не очень понимаю, почему он падает. А почему ты и делаешь минус 9? И минус 9? Ну это просто у меня и не было инициализировано, и я не хочу, чтобы и... Ну то есть, если и будет минус 1, то мы не поймем, это GetNextLine сделал и минус 1, или это и было изначально минус 1. А так мы поймем. Но, видимо, я что-то другое не учел. Или твоя программа не работает с этим? Сейчас я посмотрю через дебаггер, если ты не против. Ты какой раз даешь, получается, второй, да? Ну, вот, да. Вторая попытка, второй раз. Понятно. Что тебе первый проверяющий сказал? Всем доволен? Да, но у меня и в прошлый раз они были довольны, когда я сказал, но... Но я не чистила стать. Ну вот. Ну вот. Смотри. Получается, проблема не в main, а проблема в GetNextLine. То есть, если тебе передавать... Вот. Если тебе передавать char звездочка звездочка line сюда, а не адрес на line, если это будет равно null, то у тебя функция на этом месте упадет. Там, где ты попытаешься это дело разыменовать. Так как char звездочка звездочка line у тебя указывает в ну, ты когда его разыменовываешь, ну, начинаются проблемы у него. То есть, по идее, где-то в начале должно быть еще исключение. Если не line, то верни минус один. Понимаешь? 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 Вот. Вот. И если она будет null, то она как бы null. Ну, смотри, когда она просто char звездочкой и передаем адрес, то оно же работает. Несмотря на то, что здесь встается null. Вот. Видишь, оно сработало. То есть, по идее, когда я хочу передавать char звездочка звездочка и просто line, то оно тоже должно сработать. А она ломается. Я к тому, что она не должна падать сейчас в segmentation fault, она должна возвращать минус один. Get next line. То есть, вот здесь, вот в самом начале, вот где у тебя if не buffer, if не вот эта функция, здесь нужно еще условие. Или не line? Не или, а и. То есть, что-то одно из этого и точно if, если не line. Ну, или если line равно null, да? То есть, тогда, если такое условие поставит, то оно у тебя не упадет в segmentation fault, а скажет, а вот, минус один леви. Так, что-то упало. Ну, я же вроде все обмени. Давай посмотрим. А, я дебаг не выключил сейчас еще раз. Так, тебе видно, да, что происходит? Дай опен. Напечатаю. Вот, 3 он напечатал нам файловый дескриптор. Теперь вот он зашел в твою функцию. Если не line, что-то он пропустил это условие. Не, друг, так не пойдет. У тебя, видимо, где-то здесь еще есть эта штука. Ладно, да, пробуем так. Ну, я сейчас грубо сделаю. Ты, конечно, если тебе надо будет, будешь переделывать красиво. Я просто в самом начале напишу if more line return минус один. Давай еще раз, и дальше. Вот. У тебя, видимо, вот эта функция уже работает в все стране. Ну, в общем, поняла суть моей претензии? А ты думаешь, ну, если без этого условия, то так нельзя сделать? Ну, как бы, тут проблема в том, что ты продумала только вариант, когда ampersand line, да, когда тебе адрес передают, но не продумала вариант, когда тебе передают две звездочки line. Ну, я считаю, что это ошибка, но при этом как бы обрати на это внимание, если тебя сейчас завалит мулинет. Я тебя валить специально не буду, если ты пройдешь, я буду только рад, но если поломается... если завалит, я тебе сообщу. Да, если завалит, просто ты уже знаешь, где точно есть слабое место. Хорошо? Угу. мы закончили. Тогда я сейчас выкладываю видео, я тебе все поставил по максимуму. Жди видео, тогда... напиши обязательно. Так подробно никто не проверял. Напиши еще обязательно, что тебе скажет мулинет. Интересно. Окей, я сегодня проверю, вот, как слоты будут. Я думаю, часам к девяти точно. Ну, просто напиши, я почитаю. Хорошо, давай, удачи тебе. Угу, давай, спасибо. Спасибо.